Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Тата и Валера Блеменкранс уже ушли с проекта в декрет. Тата в прямом эфире ответила на вопросы своих подписчиков. Ей рожать в июне, на проект они вернутся, когда дочь немного окрепнет через 2-3 месяца. Тата очень рада, что Валера будет с ней на родах. С именем они не определились окончательно, накупили много детских вещей, а мама Таты осталась на проекте. Кстати, Марина Тристановна испортила уход в декрет Тати и Валере. Она не смогла промолчать и стала выяснять отношения с Юлией Ефременковой. Ее безобразное поведение мы могли видеть в недавнем эфире. Оля Рапунцеля и Дима Дмитренко решили совместить два праздника. Свою свадьбу они делают в день рождения Димы. Стало известно, что ребята уже давно пригласили на свою свадьбу Андрея Чуева. Еще до того, как он расстался с Мариной Африкантовой. Марина сказала, что она придет на свадьбу, только если Чуев будет с девушкой. Подписчики раскритиковали внешность Рапунцель. На стоп-кадрах из недавнего эфира видны безобразные морщины Ольги. Их не может скрыть даже грим. Противостояние Андрея Чуева и Татьяны Владимировны Африкантовой продолжается. Чуев обещал рассказать в прямом эфире всю правду о своем недавнем общении с Мариной Африкантовой. В итоге, по словам зрителей, никаких обещанных доказательств того, что Африкантовы врут, он так и не предоставил. Зрители догадываются, почему Чуев так бесится из-за расставания с Африкантовой. Марина ему необходима сейчас для бизнеса в Дубае, потому что именно у нее были там все связи и знакомства, а лично с ним никто не хочет иметь дела. Возможно, он хотел предложить Марине сотрудничество. На Сашу Артемову обрушился поток критических комментариев. Дело в том, что она летит на отдых в Китай без своего жениха Жени Кузина. Артемова оправдывается. У него работа, он ведет свадьбу. Не в его правилах подставлять людей. Ничего страшного, пишет она, у многих были такие ситуации. И вообще, я не обязана отчитываться в тем, как я живу и какие трусы сегодня одела. Мы сами разберемся, как и кому, когда отдыхать. Представитель Ольги Бузовой опроверг слухи об ее уходе с Дома-2. Несмотря на плотный график, она останется ведущей проекта. Сейчас Ольга готовится к большому концертному туру в следующем году. Также Бузова заинтриговала поклонников информацией о совместной работе с группой Би-2. В недавней видеотрансляции Вика Романец напугала своих подписчиков. Все обратили внимание на ее деформированный нос. Ее нос сильно перекосило, ведь она уже 4 раза пыталась его подкорректировать. Похоже, теперь ей придется забыть об идеальной внешности, ведь, как заявили специалисты, при таком состоянии носа еще одну операцию делать нельзя ни в коем случае. Глеб Жемчуков получил новую работу. Он стал пиар-директором автотехцентра, караоке и тюнинг-отелье. Глеб не скрывает радости. Он уже планирует покупку автомобиля. «Скоро, мой друг, мы будем вместе», пишет Глеб. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.